всем привет с вами простывшие полосочки и это очередной потерянный футаж подогнали мне значит разные карандашики минутка предыстории когда заграничные бренды стали от нас уходить остатки всяких красочек карандашей и бумаги стали стоить как крыло самолета мы с друзьями решили посмотреть а если что-то хорошее не в заоблачной войсе а тут к земле поближе ну и как результат приехали несколько наборов с wildberries в разной ценовой категории но не дороже 400 рублей самый дорогой браубер карт премьер в бордовой коробке коробка очень удобная потому что она шире и выше привычных боксов если вынуть оттуда лоток то в коробке помещается гораздо больше карандашей на спинке пропечатаны данные указаны цвета и номера дорого богато но на смешуру не проведешь если нигде не прописана светостойкость то скорее всего она крайне мала грифель помещен в темное дерево попка запаяна надписи серебристый на черном видно хорошо дальше у нас совсем детская история пластиковые карандаши треугольного сечения доставать неудобно нет язычка думала там будет серый но оказалось что это серебряный обычно в наборе кладут золотой цвет но тут что-то пошло не так изучила оборотную сторону коробки умилилась мастер-классу а потом решила постучать карандашами у пластиковых звук такой но прикольный как у косточек следующие популярные у колористов берлинга супер софт обычно берут набор из 72 цветов но мы сошлись на биколора в количестве 12 штук у меня треугольное сечение на спинке коробки нет ничего привлекательного а вот на лицевой стороне есть интересная надпись качество 8 а я лениво покопалась в гугле чтобы понять какими параметрами обладает эта градация но google выдал мне госты где буквы а не было если кто-то знает что значит данные цифры и буквы поделитесь в комментарии а еще он у карандашей под рубашкой синяя маечка конечно я решила послушать берлинга и брауберг оба набора деревянные но берлинга вроде позвонче и будут ладно давайте пощупаем выкраску на удивление карандаши идут мягко но нет ощущений рисования восковыми мелками острый кончик держит достаточно долго если наслаивать один цвет то можно создать градацию в 5-6 ступеней хуже конечно они выступают при смешении двух цветов но при этом цвета не шибко грязнят так старт у нас бодренькие смотрим следующего пациента пластиковые ребята ощущаются именно как пластиковые чтобы получить насыщенный цвет надо сильно давить на карандаш смешиваются они никак но зато отлично стираются так что их можно рассмотреть как материал для набросков берлинга ощущается как сильно восковые если довольно плотно наносить слой на слой третье штрих начинает снимать предыдущие цветов здесь больше это плюс но при этом им не хватает глубины впрочем в описании было сказано что они и не метят в ранг профессиональных потом я рванула во все тяжкие мешало все совсем и совершенно внезапно обнаружила что брауберг и берлинга немного размываются водой на гладкой бумаге брауберг способен размыться ну почти в ноль правда смотрится это не очень такое свойство можно использовать для смешивания или для создания подложки линеры больше всего скатываются с берлинга что логично белый карандаш ну тут тоже не огонь но кое-что по блендерить сумел от маркеров расплываются все три по блендерить сумел от маркеров К сожалению, процесс рисования я не засняла, но могу поделиться впечатлениями. Первый рисунок сделан только пластиковым набором. Тут нет темного зеленого, пришлось создавать лесное мерцание позади синим цветом, а так как наслаивание минимальное, контраста добиться не удалось. Надо было идти от темного к светлому, наверное. Ну и рука отвалилась уже на первых минутах, да. А дальше как в рекламе зубной пасты. Одну половину мы намазали блиндомедом, другую колгейтом. Ликер справа нарисован браубергом. И в целом у меня нет плохих воспоминаний от процесса. Синий и фиолетовый помогли добиться какого-никакого объема и глубины. Наслоений тут было много, потому картинка глинцевит по полной. Левая сторона с импусой досталась берлинга. И вот тогда-то вылезла проблема отсутствия хорошего синего. Пришлось проходиться черным. Неплохо показал себя белый на брауберге, получилось немного подвысветлить фон для ощущения отблесков от крыльев. Более плотные белые акценты поставлены поской, без нее на восковых карандашах просто никак. Бликуют в целом примерно одинаково. Из трех наборов самый удачный и самый дорогой от Брауберг. Берлинга на втором месте просто потому, что пластиковые карандаши по умолчанию не могут участвовать в конкурсе, но все равно они тут были. Они больше подходят для набросков, красить ими могут только мазохисты. На этом все, надеюсь это поможет кому-то с выбором. Желаю творческих успехов, пока-пока, не болейте.